всем привет дорогие друзья я жду вас всех подключайтесь скорее у нас сегодня будет очень интересный прямой эфир я бы сказала что мы будем связываться с другим концом света мы выйдем скоро на связь с антоном беляевым солистом группы термейт коротко рассказываю о том они находятся сейчас на мальдивах они находятся там очень давно потому что они там застряли вот такой вот вот такая вот шапка будет нашего эфира так что я для этого надела летнее платьице чтобы тоже соответствовать его поскольку он абсолютно неприличного цвета он очень загорелый сейчас вы это все увидите ищем антона ищем антона ищем антона сейчас запросы сейчас одну секунду не придется это сделать самой ой не то вот сюда так не сюда вот сюда я как вы видите вот он а по добавляйся мы тебя ждем привет а тоже настрой связь какая красота спасибо большое ты тоже отлично выглядишь можно снять очки у тебя все таки вечер уже вот он связь не очень тебя видно не очень хорошо да давай я попробую давай попробую походить по всяким закалуком скажи вот здесь лучше да определенно да я сейчас давай исследуем всю весь номер весь номер в котором я изолируюсь здесь хорошо да здесь вроде отлично все ты где-нибудь присаживайся и давай начинать болтаться сижу молодец все связь отличная поехали итак рассказывай нам историю как вы оказались на мальдивах как вы там застряли почему вы еще до сих пор там и почему вас оттуда не выпускают и когда вы прилетите к нам давай значит ну что но это чудо я считаю это чудо я первый хочу передать всем тем кто самоизолируется дома сейчас москве я ну как бы с вами мне повезло честно я сел самолет это был заслуженный отпуск я не был в отпуске ну по моим года полтора я никуда не выезжал и просто уже немножко вот и вот наконец-то эти дни появились замечательные я съел мы улетели зайцами вот и через три дня буквально мы приземлились и нас вот это начала история догонять это было уже больше месяца назад и мы прям ну конечно выхватили тоже ужас здесь немножко ну и волнение и паника на мальдивах заболевших нет правильно я понимаю на мальдивах есть заболевших 20 человек всего и там типа трое местных трое местных которые приехали не они не заразились здесь от туристов а приехали из других стран просто и привезли до все остальные туристы человек данный момент а блин а я не знаю что с этим делать а сейчас пожалуйста замри ну вот сейчас вот резкость немножко пропала ты очень интересно рассказываешь пожалуйста замри где-нибудь чтобы мы тебя не потеряли так сейчас давай походим еще видимо тут какой-то плавающий вайфай у меня хотя вроде должно все быть окей сейчас нормально полина сергеевна ну в чем дело это вы там действуете нет я как видишь стационарно сижу на том же самом месте откуда я веду все свои прямые эфиры я поймала связи и не двигаюсь боюсь ты в москве у тебя все получается лучше нет пропал вот сейчас хорошо давай я попробую переподключиться давай попробую да ну потому что это не за них от меня я старался давай так как переподключиться так дорогие друзья рассказываю историю поскольку я не знаю из первых уст сейчас мы попробуем включить еще раз тошу они действительно уехали месяц назад и вот он еще не подключился к нам а вон он они уехали месяц назад там застряли и на том острове нету на том острове на котором они были в общем отель закрылся и всех оставшихся переместили в другой отель собственно говоря всех туристов я не знаю туристов не дры всех местных я так понимаю что они живут на каком-то изолированном острове поскольку сообщение между странами сейчас отключено абсолютно непонятно когда они вернутся вот об этом я очень хотела спросить когда же какие новости когда они вернутся я надеюсь что он подключился уже связь ужасно да друзья я понимаю что связь ужасно но все-таки мальдивы это не так не нажимается ничего в комментариях появится не появляется никто боже мой как это сделать видите связь мальдиву пиу да вот нет пиву прикрепить выйти в прямой эфир так пробуем еще раз тоже я надеюсь что у тебя связь там ну что сейчас нормально вот сейчас классно давай поехали дальше и что расскажи расскажи про то что у вас всех переместили на другой остров правильно но во первых тут не было никаких всех отелей с которого мы переместились это была нантара сначала они просто ну предложили на выбор острова которые работают но ну просто вот список то есть это не было никем не спонсировалась там и мы сидели до последнего на нантаре и потом вот к счастью связались с островом лакс неподалеку от мали и вот теперь мы здесь нас приняли скажи пожалуйста вопрос волнующий всех это бесплатно я надеюсь или это конечно здесь все бесплатно на мальдивах это все платно то есть ты приедешь абсолютно я приеду ну я приеду видимо в очень печальном состоянии если бы я не работал прямо сейчас отсюда если бы не было такой возможности наверное это было бы ну просто спуском колеса так хорошо спуск колеса каким образом ты работаешь с мальдив значит как я работаю смотри сейчас опять может начаться беда я бы конечно я хотел очень показать море пальмы там и прочее чтобы все начали меня ненавидеть но я решил из этой из спальни своей это делать знаете почему смотрите потому что за моей спиной видите эту конструкцию это студия которую я собрал прямо тут я приобрел себе миди клавиатуру клавиши я купил где ты это все купил на мале на мале да это это было очень сложно доставить на самом деле ну практически невозможно но вот лакс опять же постарались для меня и сделали это вот смотрите это моя берлога я осуществил свою мечту детскую я построил шалаш ну прям вот я в дневнике поставил галочку что все вот мол шалаш построить смотрите я захожу сюда и здесь начинается суперзвук невероятный смотрите я здесь вот смотрите чувствуете как изменилось все видите комната больше не гудит смотрите здесь у меня микрофон да только начала пропадать связь пожалуйста не двигайся господь боже вот обожди я знаю в чем дело я знаю надо просто включить телефон сейчас включается просто отключить телефон в общем вот так лучше да отлично вот так и оставайся замечательные планты в каких-то подушках нам ничего не понятно где ты дорогие друзья для тех кто подключился еще раз говорю что еще раз смотрите я под одеялами я под одеялами вот у меня инструмент вот значит рабочая станция и здесь все происходит и я честно говоря заканчиваю новый трек вообще и собираюсь снимать его здесь видео ну просто с персоналом отеля которые не могут выехать то есть здесь на острове живет очень мало людей ну то есть их там у нас наверное человек 25 кто живет сейчас а персонала здесь 300 человек потому что из-за карантина не они не могут поехать домой и им нечего делать и мы решили снимать видео это отдельный вообще разговор я вообще хотел тебе сказать спасибо что ты специально для моего путешествия написала эту песню потому что здесь у меня больше нету ни черта небо в глаза только небо и море да все синие и это все у меня в глаза боже мой сними пожалуйста сними мне клип пришли пожалуйста все эти виды и я запущу клипа от антона беляева все что он нас не я почти я почти уверен я почти уверен что сейчас владельцы отеля смотрят этот эфир и ну друзья вы слышали обращение полина значит сергеевна хочет видео полина сергеевна хочет сделайте все возможное для бедной полины сергеевны слушай я так поняла я например вся в онлайн концертах бесконечных домашних онлайн концертах у меня был фантастический онлайн концерт прямо из дома в пятницу был спутник мои музыканты и были по своим домам и значит мне звук поступал в уши оттуда от них все это потом компилировать значит что вы делали на какой платформе ты делаешь мы делали это на платформе ростелеком и поскольку это действительно очень дорогостоящие мероприятие чтобы звук вот мы с тобой хотели спеть да сегодня да 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 мы попробуем и у нас ничего не получилось у нас ничего не получилось но мы попробуем все же что-нибудь напит вот а там не было ни единой секунды расинхрона и действительно уникальное событие вот я прям у своего дома общалась значит по ушным монитором со своими музыкантами слышал что они играют что они говорят вот и видела их на мониторе это вообще что-то невероятное я знаю что и у тебя будет скоро концерт онлайн концерт прямо с мальдива у меня будет вообще выступление здесь на острове опять же для вот персонала который здесь тоже заточение находится я познакомился я познакомился я познакомился с местными музыкантами вот их двое один играет на гитаре да их немного да мы репетируем мы репетируем сейчас и по-моему в субботу если не ошибаюсь мы будем играть и будет прямой эфир об этом будет объявление во сколько по мальдивски это будет пол шестого значит где-то пол четвертого пол четвертого по москве если не ошибаюсь в субботу но будет уточняющее объявление я обязательно буду смотреть я думаю что все тоже смотреть пожалуйста не забывай про съемки за одно вымок либо на небо в глазах понял все скажи пожалуйста вот что когда какие прогнозы когда вы вернетесь как вас доставить смотрите мы как бы вот единственное что нас призывало возвращаться это такое же огромное количество на онлайн концерты вот это было таким в течение месяца то есть день через день поступают эти заявки и хочется вроде это реализовать но мы вместо того чтобы пойти вот этим путем и делать это сейчас мы задумались о своей платформе ты была у нас гостях на лэб и посмотрите обязательно это очень крутой проект да и спасибо и спасибо что ты пришла потому что это дало нам хороший старт и старт закончился теперь стартом второго сезона которые мы готовим и которые будем снимать этим летом вообще потрясающую аранжировку продакшн ты сделал для моей смотри вот нам всем дико понравилось да я это часто пересматриваю что-то невероятное куда это было прям мне вообще нравится что мы нашли такой ключ и ну вот самим это потом приятно смотреть по музыкантский по меломански и вот что касается прямых эфиров мы решили на базе лэб создать платформу лэб стрим сейчас мы разрабатываем то как это будет чтобы музыканты были ну в невероятно комфортной атмосфере и могли доносить свое вот я по-настоящему потому что как наш собрат лёня агутин сказал это страшный сон когда ты играешь а ну вот у них типа у него есть страшный сон где он играет в каком-то зале а звук плохой и вот как с этим не может сделать вот он играет а сделать ничего не можно это ужасно расстраивает и вот мы с этим боремся сейчас разрабатываем техническую сторону и это будет и визуально невероятно красиво как мы умеем значит но варианты такие развития событий сейчас закрыто все я думаю что аэрофлот соизволит сделать еще рейс потому что по мальдивам размазаны тонким слоем еще там тысяча российских туристов или около того то есть они вот тут намазаны кто-то хочет очень много да кто-то хочет вернуться кто-то наверное еще не совсем готов но учитывая да ну вообще как бы мы откроем если произойдет такая вот ситуация допустим что у клиента который остался на мальдивах гостя заканчиваются деньги что его депортирует отель куда а вот полиночка и посмотрим у тебя деньги заканчиваются они закончились просто никто не знает об этом я никому не говорю а то есть ты не говоришь вот сейчас то если они смотрят эфир они узнают что ты давно без денег тоже я наделал что же я наделал зачем это сказал ты за проживание не заплатишь тоже хорошо скажи мы попробуем спеть ты я так понимаю около инструмента давай все таки я около инструмента но ты понимаешь что будет невероятный рассинхрон сейчас для меня одно время для тебя другое давай я значит это тональность до дисминор а в тональности до дисминор у нас по бидон лав песня куплет по бидон лавой это куплет я слов не помню сейчас давай значит давай бидон лав песня а в If you think, yeah, down the street, so what you're all alone, I'd remember you goodbye, I'm so tired to be the slave of your soul, your selfish mind. Я больше не могу. Давай еще, у нас хорошо получается. Дальше бридж. Ритмическая часть начинает, сейчас начнется, сейчас все поймут, что мы с тобой в разных часовых поясах. Мы с тобой не просто в разных часовых поясах, мы с тобой на разных материках, в этом и весь прикол. Давай еще, давай играем мне ритм, попробуем, как это будет. Ну-ка, господи, ну все, давайте. Давайте. Уплет еще раз. I cannot control myself. Да, нет, не получается. Не получается, нет, нет, это не получается. Я чувствую, что ты слышишь это позже, чем это происходит у меня сильно. Это очень смешно. Меня просто, Полина, спой рок. Полина, спой ровно уже. Спой ровно и попади в ноты. Все ты мажешь, Полин. Смотри, а вот давай проверим, будет слышно музло отсюда? Сейчас, поди. Давай. Вот сейчас, слышно? Неа. Или нет? Нет. Не слышно? Что за фигня? Реально слышно? А так? Слышно эа, эа. Эа, эа. Это твой новый трек, так называется? Да, эа. Так называется мой новый трек, друзья. Я на самом деле... Скачивайте новый трек Антона Беляева. Эа, эа. Эа, эа, эа. Вот такой. Красиво. Песня называется, кстати. Атош. Светлое будущее. Смотри. Давай. Споим. А так, слышно клавишу? Да. Или нет? Слышно. Ага. Песня «Мальдивские страдания». Песня «Мальдивские страдания». Песня называется «Светлое будущее», друзья. Спасибо. Мы написали ее... Скажи, где твоя семья? Пришла ли Юля? Моя семья ужинает, вероятно, наслаждается моментом необщения со мной. Я думаю, что они просто балдеют без меня. Классно. Скажи, пожалуйста, как у вас отношения с Юлей в период самоизоляции такой долгий? Я думаю, что такого количества времени вместе с ребенком и с женой... Да. Это факт. Это факт. Так долго и хорошо. Как ты это переживаешь? Это всех волнует, потому что я знаю, что после вируса в Китае увеличились разводы в 7 раз. Блин. Но я на самом деле, во-первых, понял, что я жил в самоизоляции, потому что во мне есть какой-то... Социопат во мне живет. В общем-то, мой студийный режим, он, в общем-то, был похож на это. Но я, конечно, не мог такое количество времени уделять Юле и Семену. Мы просто не могли столько общаться. Я был все время неподалеку, но поскольку работать, ты сама знаешь, невозможно. Просто не могли общаться. Ну, просто не могли. Вот. А сейчас, пока я не начал здесь работать, сейчас я стал прямо вставать. Ну, там я плаваю, условно, завтракаю и сажусь просто на рабочее место и работаю. Потом в обед мы встречаемся, и я опять иду на работу. Ну, то есть все по-взрослому. Вот. Но до этого, до того, как приехало оборудование, в течение месяца мы были неразлучны, и это было прекрасно. У нас нету никаких таких сложностей, из-за которых нам стоит... Ну, да, поскольку я вижу, что ты жив, и вроде вот синяков, я не наблюдаю. Ты жив, а где они? И все же у меня вопрос, а где они? Они точно ужинают? Да, надеюсь, что они ужинают. Ну, может, и придут. Я сказал им, чтобы они приходили вообще на конец эфира и всем помахали рукой, но там главный-то Семен, а у него, знаешь, может, темп... Как бы время для него идет по-другому немножко. О, да, да, да. Сегодня... У вас как вот погода вообще? У вас хотя бы дождик. Вот как-то порадуй. Ну, вообще, сегодня был... Сегодня был шторм и дождь. Слава богу, слава богу. То есть у вас не солнце и белый песок, и жтик, да, прекрасно? Нет, у вас все плохо, да? Здесь очень тяжело, очень. Да. То есть и как бы понизился градус до 25, да? Где-то у вас так прохладненько стало. Вот, да, уже сейчас где-то в районе плюс 17 где-то идем. Все. Отлично, потому что у нас сегодня за час, значит, прошел град, потом выпал снег, причем хлопьями, потом посерело небо, потом еще что-то выпало, а потом вышло солнце и стало светить, как не в себя. А сейчас снова потемнело. Ура! Сейчас снова потемнело, потому что ночь. Да, и поскольку я дико метеозависимая, моя голова сегодня по-настоящему разрывается. Берегите. Да. И, кстати, а вы смотрите оттуда телевидение? Вы смотрите меня по телевизору? Вообще нет. Ты знаешь, я вообще не смотрел телевизор и до... Я... Поддержать разговор и сказать, что да, я смотрел здесь. Подожди, я не закончил. Я не закончил. Значит, я не смотрю просто на потоки телевидения, потому что меня это пугает просто. Ну, я прям бегу. Я бывает в отелях, когда вот на гастролях выходишь позавтракать в отельный, и идет телевизор, у меня прям такой, я прошу выключить. Говорю, пожалуйста, выключите. Там новости вдруг идут какие-то. Вот. Но я слежу за тем, что происходит, слежу за тем, как выкручиваются из ситуации некоторые шоу. Вот. И как это все происходит. А ты мне расскажи. Инсайт. Я хочу знать, как это действительно проходит сейчас в голосе. Рассказываю. Очень долго принимали решение, будут съемки или нет. В итоге решили, что они будут. Все происходит в режиме страшной вообще обработки, дезинфекции бесконечной, постоянной, где мы пойдем в помещение полностью обработанное, в масках, перчатках, вся дезинфекция. Все сдали тесты на коронавирус. Вот. Поскольку детишки, это особая мера, как бы, должна принята быть в предосторожности. Мы все на расстоянии. Зрителей в студии не будет. Будут только, как бы, ведущие. Мы и дети будут выходить по одному. Каким-то фантастическим образом привезли моих иногородних детей. Вот. В самый этап. Они уже здесь давно, на самом деле. Мы вот тоже для всех сняты в отеле. В общем, все очень сложно, но нам очень хочется, во-первых, порадовать своих зрителей. Во-вторых, чтобы эфиры состоялись действительно для того, чтобы детишки все это испытали, потому что они готовились. Мы с ними готовились онлайн, пели, репетировали, они мне слали видео. Потом я их... Ну, в общем, что-то вообще невероятное. Это мой первый детский голос, но происходит столько событий. А, это первый свой детский голос? Это мой первый детский голос, да, это мои первые цели. Я настолько привык уже к тебе вообще в голосе, что, мне кажется, я всегда была. Это мой, ну, в целом, это мой четвертый сезон, и получилось, что из взрослого я сразу перешла в детский. И скажу честно, что детский – это особая атмосфера и особая ответственность. Невероятный кайф, правда. Хотя и очень сложно было расставаться с детьми, просто нож в сердце, я еле пережила тот день. Вот. Ну, в общем, я... Теперь смотри, пожалуйста. Отключай первый канал. Хорошо. Хорошо. Поклясно нужно? Куда положить руку? Куда положить руку? Моей. Приложи. В общем, точно. Да, желаю удачи в этом деле. И, конечно, это все... Ну, надеюсь, что все меры предосторожности, все сделано точно, потому что это, конечно, очень ответственная история. Вот радует... Здесь наблюдаю, как это происходит, ну, как работают службы там, как всех отцепляют. У нас было несколько раз тут, ну, небольшие паники на фоне того, что нам, например, на острове, на котором мы на первом жили, был один зараженный мужчина, и нам пришло письмо... И вы с ним целовались. И мы все... Да, и мы целовались. И пришло письмо о том, что вот... Ну, официально от острова о том, что, вы знаете, тут вот вчера мы изолировали человека, типа было установлено, тра-та-та-та-та. И, ну, естественно... Ну, как бы в письме написано, что все в порядке, и просто честно говорят, что произошло. Все в порядке, мы его утопили, все по... Ну, и здесь людей переселяют на отдельный остров. Вот все эти 20 человек мальдивские, которые заразились, они все прожили вот эти дни с момента, как бы, установили, поставили диагноз, они прожили на одном острове. Там не то чтобы райский отель, но условия, насколько я знаю, хорошие, и почти все выздоровели уже. Вот здесь, конечно, климат располагает к этому невероятно, потому что, да, жарко, вода, между островами связи нет, и все ограничивается. То есть я перемещался, когда вот на этот остров, мы с... нам с Юлей и Семеном выдали бумагу от правительства специальную, по которой мы могли вообще ехать куда-то, о том, что мы отжили уже больше 20 дней в одном месте, что мы точно ни с кем не контактировали там, и, в общем, такая история. Очень все как бы на уровне. Ну, то есть сейчас уже есть какое-то внутреннее спокойствие, но того, что этого нет. Точно. Потому что все равно вот эта мысль там две недели, три недели, она еще крутилась в голове, что, ну, сама понимаешь, ты прилетаешь когда из Москвы в такое место, у тебя обязательно начинаются какие-то сопли, там, акклиматизация, ты кашляешь, что там бросает холод, дождь, пока ты в себя придешь. Да, это запускает сразу череду мыслей. Мы самоизолировались на острове два раза, потому что сперва Юля, у них Юля поднялась температура, и мы такие, все, кирдык. Закрылись, позвали доктора, приехали люди, то есть все, там отцепили, проверили, проверили, посмотрели, такие, так, вы, Боже мой, в прямом эфире ничего не передается? Не кашляйте. Нет. Люди говорят, Господи, успокойтесь, взрослые, да, вы просто под кондиционером поменьше сидите, ну, в общем, все в порядке. А потом, еще через пару дней, у Семена была температура, и мы тоже, как бы, ну, в общем, ну, понятно, что цепная реакция, это идет. Всем, на самом деле, желаю терпения, потому что, хочу сказать, хочу сказать, друзья, это не спринт, это не еще немножко подождать, ждать еще прилично, ну, это марафон, нужно выдержать эту историю, постараться остаться человеком, и, ну, в общем, набраться терпения, потому что это, конечно, нелегко для всех. Понимаю, что говорить это с прекрасных островов, ну, комфортнее, наверное, чем из квартиры. Да, я пытаюсь тебя перебить, но ты говоришь просто без остановки, поэтому ты написаешь, какое количество комментариев о том, что я думаю, что это лучшее заключение нашего эфира, чтобы ты попробовал показать нам море, хотя бы бассейн, воду, покажи нам что-нибудь. Блин, ну, давайте попробуем, я просто... Давай попробуем, давай попробуем. Вдруг опять начнет отваливаться связь. Значит, еще раз. Вот идем, 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 идем. Ну, вот я бы что. Мы тебя очень не любим сейчас. Слышите, птицы. Я курицу завел здесь, друзья. И, по-моему, она съела моего кролика. А что там с курицей, прости? А я не знаю, возможно, размножение какое-то. Я не знаю. Я в этом не разбираюсь. На прекрасной ноте размножения, размножение. Я обнаружил, что уже стемнело. Это, да, потому что у тебя плюс два часа, соответственно, у тебя 8.30. Да, ну, здесь тропики, здесь стемнеет просто мгновенно, поэтому вот так. Дорогой Антон, мы желаем тебе, во-первых, здоровья твоей прекрасной семье, во-вторых, я думаю, что после Мальдив вы наверняка привезете не только прекрасное настроение, но и новых детей. Вот так что, друзья. Последуйте за курицами и сделайте это, да? Да, послушайте звук курицы и обязательно продолжите ее дело. У нее двое там, похоже, мужчин. А, все, они ее добили. Что ж, замечательно. Тоша, мы ждем твоего онлайн-концерта в субботу, обязательно я об этом всем напишу. Спасибо, спасибо. Да, ты снимаешь клик на мои новые песни «Небо в глазах», так что у нас работа кипит. Всем здоровья, Юлю с Семеном целуй. Я очень скучаю и жду вас в Москве. Ура! Все, всем терпения, друзья, и здоровья. Берегите там себя. Читайте книги и не ругайтесь. Все, пока. Пока. Ко мне курица подкрадывается сзади. Пока. Осторожно, беги, ищи Юлю. Пока. Так, ну, дорогие друзья, мне кажется, мы узнали все, что хотели об Антоне Беляеве и его семье, которая застряла на Мальдивах. Не завидуем. Чуть-чуть, только самую малость. Берегите себя, оставайтесь в прекрасном настроении. Я уверена, что это скоро кончится все, и мы будем гулять по весенней Москве. Всех целую. До встречи в новых эфирах. Пока.